Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, сегодня у нас битва замков и обзор нового, крутого, невероятного, донатного героя битвы замков, героя которого захочет каждый игрок, потому что он невероятно полезный, имбовый, и такого героя второго в игре нету. Нет, нет, не-не-не-не-не, ребята, короче, сегодня супер скучный обзор, супер бесполезный обзор, да, бывает, что еще скучнее и еще бесполезнее, чем обычно, потому что, ну, что-то, я не знаю, мне кажется, там где-то какой-то девелопер в Китае просто кнопочку перепутал, перепутал кнопочку, и вместо того, чтобы мисс магию сделать с донатной, он сделал донатного героя под названием Фанатик, а вы усаживайтесь поудобнее, вы на канале Князь, не забываем ставить свой княжеский большущий лайк, про пельмени также не забываем, все у нас будет хорошо, моем руки, бреем подмышки, радость в жизни, вот такие вот дела мальчишки. Ладно, смотрите, вот такой вот герой, ну ладно, мы к нему чуть позже, я нахожусь на аккаунте игрока под ником Ферат, лям 158 тысяч сил, огромнейшее спасибо, что предоставил мне аккаунт, он находится в гильдии под названием Луко Морье, вот, ребята, даже смотрите, это топ-14, по сути, прием осуществляется, вот, в эту гильдию, так что, если ищите гильдию, берете, ребятушки, вступайте, вся информация по поводу вступления у вас на экране, и телеграмчик, и номерочек, пишем, договариваемся, вступаем, но нужны активные игроки, которые, конечно же, конечно же, друзья, будут проходить битву гильдии и не страдать, как говорится, фигней, той фигней, которой страдать не нужно. Топ-14, топовая гильдия, так что, поспешите, ребзя. Касаемо нового донатного героя, тут, давайте я сразу вам перед обзором скажу так, я, когда у человека беру аккаунт с каким-то героем на обзор, я обычно спрашиваю, тебе как вообще герой там, ну, понравился, не понравился. Знаете, что я получил в ответ от хозяина данного аккаунта на мой вопрос? Так, тебе самому герой как? Человек отвечает, Александр, мой подписчик, полное говнецо. Ну вот. Ну и дальше он добавляет, что это герой та же Асура, только за Бабулес. Я такой, ммм, а теперь давайте зайдем и почитаем его умение. Так, смотри, по поводу сборки я вам потом покажу. Наносит урон, тут 14, да, 14, почти максималка. Наносит урон в размере 1020% от атаки всем вражеским целям поблизости. Увеличивает скорость атаки героя на 185% и крит шанс на 60% в течение 10 секунд. Эти бафы нельзя убрать. Герой также каждую секунду восстанавливает 12% его здоровья в течение 10 секунд. Кулдаун 14 секунд. Этот герой отражает 50% входящего урона и обладает иммунитетом к оглушению, замораживанию, окаменению и обездвиживанию. Его базовая атака наносит чистый урон в размере 120% от атаки по всей цели, в целям рядом с ней. Я вот когда первый раз еще эти инфа по поводу героев начала появляться, когда там обзор на Тайване, была вот эта вот вся фигня. Я такой что-то, я же вам тогда не зачитал, я говорю, блин, вот ребят, сейчас не буду зачитывать, типа вот когда уже придет на русский сервер, тогда и как бы поговорим, когда будет нормальный полноценный обзор. Потому что я зачитал и смотрю, типа, ну камон, типа, разве это за донат будет герой? Ну а типа, а за что тут, за что тут как бы платить? Ну типа отражает, это конечно круто, но у нас есть асура. Вот, и я подумал, может быть там что-нибудь в переводе накосячили или еще что-либо. Может быть именно фанатик будет, грубо говоря, бесплатно, а мисс магия будет за донат. Но что было бы логично, согласитесь, и как бы я решил не рисковать, не разбирать их там, ничего, вот, потому что думал, что ну что-то по-любому поменяется. Но нет, как мы видим, ничего не поменялось, и ты читаешь такой, ну типа, усовершенствованная асура, ну как бы, нет, наверное, да, допустим, взять, сейчас найти асуру, где-то она есть. Так, наносит 590 урона, смотри, герой имеет иммунитет к страху, оглушение отражает 50% получаемого урона, но он энергию снимает, да, то есть, смотри, сколько здесь описано умения, да, и сколько описано умения здесь, тут прям вообще, да. А по факту, а по факту, ну, наверное, ну как мне кажется, применение здесь одно, я, конечно, не отрицаю тот момент, что я сейчас засру этого героя, вот, потому что я не думаю, что он сейчас что-то тут будет прям выдавать, ну, я еще им не играл. Единственный отзыв я получил только от хозяина аккаунта, но, как бы, еще давно я зачитываю это умение, понимал, что какая-то херь. Может быть, конечно, найдутся там супертопы умельцы, которые найдут для него применение, но, ну, как бы, там асура, простым русским языком умение написано, и все понятно и четко. Ну, асура, что он там, дополнительно делает, энергию снимает, ну, как бы, окей, здесь он дополнительно делает дохера всего чего, но я не думаю, что это в бою будет от этого большой толк. Этот герой отражает, так, обладает, а, может быть, он к блочке какой-нибудь иммунитет имеет, иммунитет к оглушению, замораживанию, окаменению и обездвиживанию. Блядь, я что-то еще думал, он к блочке будет иметь, так он вообще, как бы, ну, типа, окей, иммунитет и есть, но это вся полная залупа, то есть его все равно будут блокировать, то есть, ну, и это вот, вот это вот за бабки, типа, IGG, вы что, на всю голову долбанулись? Вот, вон, даже, посмотрите, хозяин аккаунта здесь сделал сборку, как на, как на асуру, ну, то есть, ну, тут, по сути, правильная сборка, да, стойкость, чтобы хпшечки было побольше, чтобы отражать можно было. А, дальше, это кто у нас, как она называется, китсуне, не китсуне, это, так, подожди, тут лечение, герой атакует, также увеличивает получаемое им лечение на 27% в течение 3 секунд, а героев поблизости, а, вот, и уклонение повышает, окей. Окей, руны, да, то есть, смотри, повышает здоровье на 170%, ну, то есть, понимаете, здесь священный суд уменьшает на 48% урон, получаем, также увеличивает получаемое героем лечение на 140%, ну, здесь еще можно было бы тоже что-то на хпшечку, там, пень поставить или новую чару, а, так, судьба, понятно, ну, то есть, да, она прокачана, как асура, тут по мелочам можно поизменять, да, тут можно чару поставить на хпшку, можно вместо этого чижика поставить, по сути, дрога, да, и у тебя там отражение будет на 100%, тут, блядь, так нахера, а, подожди, созвездие, а, тут даже жизнь, посмотрите, посмотрите, как тут созвездие еще прокачано, ну, типа, я не знаю, его есть смысл тестить, не, ну, можно было бы пойти в древние испытания, сейчас в древнем испытании, сейчас в древнем испытании, друзья, там многие используют асуру, кто-то без асуру проходит, ну, то есть, берут асуру и там делают, ставят ей дрога и делают там чуть ли не 100% отражение, вот, и вот это вот все, ну, типа, как бы, а смысл мне с ним идти туда, грубо говоря, ежели, ну, типа, окей, если у вас не будет этого героя, ну, вы можете пойти в древние испытания отражать, как бы, просто с асурой, асура есть у всех, блядь, по 30 штук на складе, типа, в чем прикол, ну, сейчас я как бы ничего не понимаю, а, он тут высадился, окей, ну, в толпе, ладно, в толпе не буду выпускать, в толпе, в толпе ты вообще точно ничего не поймешь, что происходит, давайте всех героев снимем, да, 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 ребят, знаю, там все герои, там, в совокупности используются, ну, я просто хочу посмотреть, как у него вообще это все, все дело выглядит, как это работает, да, то есть, как бы, ну, я могу понять логику разработчиков, вот, они выпустили героя для древних испытаний, потому что на древних испытаниях нужен герой с отражением, вот, сейчас все пользуются асурой, они выпустили этого героя, ну, я даже, ну, типа, я его не могу назвать даже более лучшей версией асуры. О, смотри, у него тут есть такая, типа, массовая, 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 массовая атака, ну, его все равно пробивают, он взял там часть базы, ну, как бы, вышатал, типа, его пробивают, а, то есть, это вот по поводу этого, типа, всем поблизости наносить урон, это получается, то ли, короче, у него получается, вот этот вот взрыв случается, то ли раз в 10 секунд, то ли раз в 14, ну, походу, раз в 14, тоже, раз в 14 секунд, ну, окей, это у этого героя мог бы быть плюс в том, что у него там какая-нибудь массовая атака, да, но суть, ну, а хер ли толку, типа, если она раз в 14 секунд, вот раз он долбанулся, энергию кто-то с ним, вот, у него полная энергия, полная энергия, посмотри, Миссы, ну, Миссы за счет питомца, то есть, Миссы за счет питомца, ну, как бы, да, если бы там с выражаем, я его выпустил, у него там баф на лечение за счет питомца, может, он проставил бы, как бы, типа, а нахера, ну, типа, нахера, ну, окей, я не понимаю логику, но это был, должен был быть бесплатный герой, да, даже его, типа, бесплатным выпускать, я не вижу смысла, типа, хозяин такой, блин, этого, у хозяина самоцветов не было, давай я там закину тысячу самоцветов, чтобы тебе было чем, 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 чем воскрешать этого героя, а смысл, как бы, а что тут ловить, ну, типа, в древние испытания идти, ну, окей, ну, даже если вы выбьете себе этого героя, вы его сможете использовать в древних испытаниях, да, но, ну, на этих новых, но, опять же, если у вас будут проблемы с прорывом и с супер питомцами, и чары не будут правильно подобраны, то, как бы, вам он не поможет, а если, извини, у вас хороший аккаунт, он там равномерно прокачан основа, там прорывы, там чары правильно подобраны, то, как бы, он вообще вам не нужен, у вас есть асура, а есть тактики там, где и без асуры можно проходить, я не знаю, разработчики настолько, настолько хорошо знают свою игру, что они выпускают героя, делая его донатным под древние испытания абсолютно никому не нужным и бесполезным, то есть, типа, окей, в чем разница с асурой? Просто мелочи какие-то. Атаки героев, так, секунд эти бафы нельзя, герой также каждую секунду восстанавливает 12 в течение 10 секунд, увеличивает скорость, наносит урон в размере 1000%, ну вот, это получается, да, это не раз в 10 секунд, это именно кулдаун 14 секунд, то есть раз в 14, мать ваша, секунд он будет бомбить, ну, сделали бы там, не знаю, каждые 3 секунд, ну, хоть какой-то понт от него был бы, иммунитетов добавили бы еще больше, ну, типа, я не знаю, во-первых, я не знаю, как его, как оправдать его применение, да, когда у тебя есть асура, типа, ну, как бы, камон, нахера он нужен, да, если у тебя, если у тебя есть асура, зачем он тебе нужен, это раз, а тем более, тем более, я не могу оправдать то, что он, типа, за бабки, но это чисто герой в коллекцию, не больше, и приобретать его нужно не сейчас, а когда-нибудь, блин, через месяца 3, когда он там, не знаю, копейки какие-то будет стоить, ну, хотя он не будет стоить копейки, вы там будете по чуть-чуть мучиться его там, ну, с паков собирать, еще что-то там, с парящего острова, сейчас хозяин аккаунта отдал, ну, у него, видишь, у него, у него пыль была, вот сейчас ждем, когда же он долбанет сразу по всем, вот, смотри, стабильный урон по 159 тысяч наносит, да, о, долбанул, и то, как бы, ну, типа, и че, ну, долбанул и долбанул, сделали бы тогда радиус больше, ну, хоть какой-то, ну, типа, хоть какой-то понт, ну, чтобы он там раз в 14 секунд долбанул, ну, чтобы у него, не знаю, как у Феникса был удар, тогда бы его можно было бы оправдать, там, типа, знаете, на битве гильдии, там, ремку ему поставил, он взял, долбанул полбазы, ну, и то ему там, конечно, не дадут долбануть полбазы, да, его уже еще на подходе все отимеют, но, тем не менее, ну, хоть какой-то понт, ну, так вот, хозяин аккаунта, у него на складе лежала пыль, он потратил 2700 пыли, и плюс еще у него было 40 осколков, где-то он там за донат получил, то есть, 40 осколков и 2700 пыли, ну, грубо говоря, 3,5-4 тысячи пыли ради этого героя, ну, это долбоебизм полный, типа, пошел, ну, я не знаю, ну, типа, я не знаю, что его обозревать, вот, я просто прочитав его, еще, еще даже, когда на русском сервере обновления не было, я прочитав описание этого умения, такой, думаю, блядь, ну, они его не сделают за бабки, ну, они его не сделают за бабки, ну, потому что, ну, камон, ну, типа, это бред, зря, кошечка у него тут светится, потому что, ну, потому что это бред, типа, наверное, мисс магию сделают за бабки, ну, да, у него тут есть массовая атака, Ну, то есть, я, как вы, я сижу просто, я говорю, ну, типа, самый бесполезный обзор, то есть, ну, я говорю, можно было просто сказать в этом видео, типа, ну, герой полное говнецо, то есть, ну, типа, Асура для мажоров, ну, опять же, даже, ну, ну, единственное, да, наверное, чем он круче Асуры, то, что он более современ, и то, что у него там в шесть раз более длинное описание умения. Да, там какие-то криты, еще что-то, ну, да, где-то вы там на битве гильдии, теоретически, можете там использовать Асуру, и этого героя одновременно, вопрос, зачем? Типа, те, кто там на битве гильдии Асуры играют, там, об отражении бьют героев, им, как бы, хватит одного героя, тем более, дрога, дрога, да, питомца, ты сразу на двух героев не поставишь. Ну, ну, давай, не знаю, поставим дрога. Ну, значит, вот, 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 вот мое мнение, которое я могу сказать, не знаю, ну, то есть, хотелось бы задать вопрос разработчикам, типа, они долбоебали ли вы? Может, реально там просто, я, 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 я не удивлюсь, ну, вот, по сути, ну, бывают же человеческие какие-то факторы, и просто человек такой, ну, блядь, какой-то работник тупанул такой, и одного героя перепутал с другим. И мисс магия должна была быть за донат, что было бы оправдано, да? Ну, опять же, по поводу мисс магии, ребят, отдельный разговор будет, и завтра выпущу видео. Вот, но, тем не менее, да, присутствие в виде донатного героя мисс магия был бы оправдан. А вот этот вот герой, я что-то вообще, я, я, я реально не вдупляю, у меня что-то, а вот эта, дрога, полчаса его ищу. Ну, не знаю, ну, вот, да, древние испытания, ну, дядь, ну, кому, для чего? Вот, вот, древние испытания. А, вы не можете. Вот, бард где-нибудь, да, какой-нибудь бард. Они такие, о, мы вот вводим, вводим древние испытания, и давай-ка мы тут добавим офигительного перца. Вот, все, все будут донатить, чтобы купить его и пройти древние испытания. Ну, блядь. То есть, у кого аккаунты такие же, там, распиздяськие, как мой основной аккаунт, у кого с прорывами проблемы, да, им этот герой не поможет. А те, у кого на аккаунтах порядок, там, и прорывы все есть, им вот этот герой и нахер не упал вообще. Ой, пробалаболил я 20 минут от толку. Знаешь, можно обзор этого героя, не знаю, записать за 15 секунд. Просто полное говнецо, платная версия Асура. Ну, не знаю, так, ну, давай. Ну, Сарис стоит, я даже... А, нет, надо выпускать Барда и... И... Вражая. А, вот. Надо пораньше, что-то ему там уже отхилиться не давали. Давай сразу всех вместе выпустим. О, тут он как-то даже включился, его быстро зарядили. Ну... Блядь, ну а чё? Бигфуту... Бигфуту вообще похер. Он не убивается. Блядь... Короче, просто герой в коллекцию, друзья. Просто... Просто герой в коллекцию. Потому что... Потому что это просто тупо Асура. Вот. Всем пожелаю огромнейшей удачи. Всем пока. Говорю, самый такой, знаешь, типа... Ну, даже... Вообще, бывает, что герои неинтересные. Тебе не хочется их тестить, да? Но вот сейчас... Ну, это просто... Такой, типа... Нахер. Нахер они его выпустили. Нахер я это видео выпускаю вообще. Ладно, пока. Пока.